В эфире канал ОТС программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Следователи СК задержали родителей, чьи малыши накануне погибли в страшном пожаре в пригороде Новосибирска. По нашей информации, взрослые в момент ЧП спасали себя и имущество, к тому же были сильно пьяны. Трагедия произошла в глуши, где семья из Красноярска поселилась в бытовке. Ближайшие дома в нескольких километрах от заброшенных дач. Взрослые не сразу заметили, что начался пожар и вспыхнула хижина, которую они приспособили под жилье. Заживо сгорели девочки семи и пяти лет, а также мальчик, которому едва исполнилось три года. На место трагедии лично выезжал руководитель регионального управления СКР Андрей Лилека. Возбуждено уголовное дело. Продажи земли в обход закона. Главу Толмачевского сельсовета заподозрили в разбазаривании подвеномственных территорий. Сегодня чиновника доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения. Уроженец села Толмачево Николай Захаров с 2016 года возглавляет родной сельсовет. На столь ответственном посту управленец, по всей видимости, зарекомендовал себя далеко не с лучшей стороны. Так, минувшим летом местные жители якобы даже требовали его отставки. Ну а спустя несколько месяцев Захаровым и вовсе заинтересовались силовики. Подозревается он в совершении преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 286, то есть пяти эпизодах в части отчуждения земельных участков на незаконных основаниях в пользу третьих лиц. Земельные участки, непосредственно которые Захаров передавал, на платной основе в пользу третьих лиц, они не были предназначены. В принципе, для продажи максимальное использование данных земельных участков предполагала аренда, сдача в аренду данных земельных участков. Согласно материалам дела, глава сельсовета согласовал продажу через аукцион пяти участков общей площадью более 3000 квадратных метров под автостоянки и тем самым превысил свои полномочия. По предварительным оценкам правоохранителей ущерб составил почти 5 миллионов рублей. Сегодня следователь ходатайствовал перед судом, чтобы подозреваемого отправили под домашний арест. Во время разбирательства Николай Захаров выглядел несколько растерянным. Адвокат чиновников, в свою очередь, просил суд о подписке о невыезде. Однако правоохранители настаивали на том, что управленец в таком случае может воспользоваться своим статусом и помешать расследованию. Полагаю, что обоснованным является долг исследователя о том, что нахождение Захарова в неизоляции в виде домашнего ареста может позволить ему воздействовать на участников судопроизводства, уничтожить материалы по делу. В итоге по решению суда Николаю Захарову предстоит провести под домашним арестом 1 месяц и 25 дней. Согласно же действующему законодательству, главе Толмачевского сельсовета грозит до 7 лет колонии. Леонид Лишенко, Евгений Павлов, экстренный вызов. Дошло до суда и дело нечистого на руку полицейского из Дзержинского отдела. Зимой прошлого года участкового уличили в получении взяток. По версии следствия, теперь уже бывший сотрудник МВД заключил сделку со знакомым ритуальщиком и тот систематически платил ему за информационные услуги. Участковый передавал сведения об умерших людях и получал вознаграждение. Кстати, похоронного агента уже трижды ловили за такое рвение к работе. Но самый плодотворный союз у него все же был с офицером из Дзержинки. Общая сумма получается 120 тысяч рублей. 12 эпизодов деятельности было установлено на ходе следствия. Деньги передавались на счета, на карточку. Я в Косповине написал и участковый, и лицо, которое передавало взятку. То есть уголовное дело закончено в отношении и участкового, и сотрудника ритуального агентства, который давал взятку сотрудникам полиции. В Новосибирске бойцы вне ведомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Мужчина с подельниками обчистил прилавок с алкоголем. Злоумышленники, выходя на дело, похоже, даже не подумали о том, что орудует фактически под прицелом камер наблюдения. Отважная продавщица магазина сначала сама попыталась защитить товар, но один из нападавших распылил газовый баллончик. 12.48, сработала кнопка тревожной сигнализации в торговом павильоне по улице Анихина. Видел тревожную кнопку по улице Анихина. Кассирша, несмотря на резь в глазах и пелену слез, смогла нажать тревожную кнопку. Налетчики, правда, сбежали, но, получив приметы одного из фигурантов, росгвардейцы поймали по горячим следам. Кстати, в руках экипажа оказался тот самый персонаж с баллончиком. Его подельников взяли на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники пограничного управления ФСБ на въезде в Новосибирскую область задержали водителя с не совсем обычным грузом. Остановив автомобиль в пункте пропуска Павловка, силовики заметили, что мужчина немного нервничает, поэтому и решили досконально проверить его личные вещи. Подозрения подтвердились. В рюкзаке, в носках и небольших мешочках были найдены 8 особей среднеазиатской сухопутной черепаки. Разрешительных документов на присмыкающихся не было, а сам вид занесен в Международную красную книгу. Для ввоза этого вида черепах необходимо иметь при себе международный ветеринарный паспорт, выданный ветеринарным органом страны вывоза. Материалы о совершении административного правонарушения с черепахами переданы в филиал в городе Карасуке Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по Новосибирской области для принятия мер. Бессмысленная жестокость в Новосибирске набирает обороты очередной скандал, связанный с издевательствами над животными. По неизвестной причине мужчина выбросил из окна девятого этажа кошку. Питомец погиб на месте, а соседи живодера забеспокоились. Это уже третий подобный персонаж, действия которого будоражат жилмассив Матрешкин двор. Отсматривать записи видеорегистраторов и камер домофонов люди начали после того, как на асфальте под окнами дома они обнаружили кота. Было похоже, что животное упало с высоты, но ровы балконов оказались закрытыми. Значит, это была не случайность. Кто-то то ли с десятого, то ли с девятого садится от дома, скинули. Прямо что, ну, упал, упало кошку, что хрустит, что она не могла просто сама сорваться. Это было жестоко вообще. Потом заседи вспомнили, накануне на девятом этаже действительно было шумно. Некий молодой человек ломился в квартиру, где жил с подругой, кричал и ругался. Девушка предпочла не пускать неадекватного сожителя внутрь, но потом, видимо, сменила гнев на милость. И похоже, зря. Обиженный скандалист решил отомстить ей весьма жестоким образом. Жители Матрешек пришли в ужас. Люди уже написали заявление в полицию. Проблема всегда, на самом деле, одна. Полиция загружена очень сильно работой, людей не хватает. Опыта, расследования таких дел у них нет. Что у участковых, что у дознавателей, они сами об этом говорят. Ну, на мой взгляд, все-таки за последние, ну, 3-4 года, как-то у нас ситуация с этим стала немного лучше. Дела есть, суд уходит. В этих вопросах местные могут дать фору любому юристу. Ведь именно здесь началась скандальная история Пса Шанти, которого изнасиловал и убил Сергей Корсуков. Тогда зоозащитники объединились и добились возбуждения уголовного дела, а потом довели его до суда. Кстати, как только история стала забываться, в Матрешке переехала школьница, прославившаяся тем, что уничтожила кота Мотю в советском районе. Люди вздохнули с облегчением, когда Кировский суд приговорил обидчика Шанти к 3 годам и 15 суткам колонии-поселения. А жестокую девочку принудительно положили в психбольницу. Но это оказалось временным затишьем. Анна Скок, Дарья Хуторная. Экстренный вызов. И последняя житель села Митилева Новосибирской области погиб во время своеобразной охоты на птиц. Все случилось в Купинском районе. Компания приятелей распивала спиртные напитки. А когда закончилась закуска, уверяют местные жители, один из собутыльников полез на крышу высокого сарая, чтобы поймать голубя, зажарить и съесть. Мужчина сорвался, упал вниз и погиб на месте. На этом пока все. Берегите себя. Номер редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова